интервью миллион минималка там полтора это очень хорошо насколько я знаю на хлебе никто не зарабатывает но это обывательское такое мнение можно ли сейчас открыть еще одну пекарню открыть можно но работа на не будет у нас по переубивают друг друга нет не переубивают пока я здесь работаю будете в минусе так ребят кто хотел открыть пекарни забывайте я считаю что нужно разрешить свободную продажу оружия в том числе короткоствольного а у продавца уже 10 в кармане нарезанные блистеры не все люди проходят несколько стадий кого я могу допустить что касается бизнеса вообще сложно что либо угадать ты выкладываешь пост в инстаграме где обвиняешь навального он журналист тащи в кавычках он не думает он говорит то что мы на бумажке написали никакой ни разу не конкуренты не соперник путину это провокация не можем думать как угодно точно не интервью я игорь худяков это канал new интервью сегодня я хочу вас познакомить с успешным бизнесменом политиком владельцем сети пекарен хороший хлеб председателем комиссии по молодежной политике физической культуре и спорту ильей левиным привет привет многие кто на сейчас смотрят знаю тебя в первую очередь как владельца сети пекарен хороший хлеб можешь ли ты рассказать как ты пришел в этот бизнес ну да кстати говоря большинство на до сих пор знать не именно как бизнесмена как владельца и основателя сети пекарен хороший хлеб самом деле все достаточно прозаичная идея была взята из европы я несколько раз ездил наблюдал что в принципе и во франции германии можно практически на каждом углу встретить такую небольшую уютную пекарню как правило она семейная на первом этаже работает на втором живет семья всегда замечательный запах свежего хлеба всегда прекрасная выпечка идея мне понравилось у нас на тот момент практически ничего такого не было а как же другие пекарни которые у нас здесь на тот момент когда я ездил ничего еще не было яблонька только-только начиналось причем яблонька это кондитерская и это другой сегмент мы почти не пересекаемся основных моих конкурентов еще саратовской области не было вот вернувшись из европы я там какое-то время думал об этом сел в машину поехал проехал несколько соседних регионов ульяновск самару посмотрел казань посмотрел пензу посмотрел волгоград посмотрел кое-где уже такие сети стали появляться я взял эту европейскую модель адаптировал ее под наши реалии до адаптировал рецепты адаптировал товарную матрицу если вы зайдете увидеть такие вещи на булки с сосиской слойки пирожки из капусты и то есть вещи которые нам соску со школьной столовой всем знакомы и в общем-то запустили вот такой проект адаптировал его он оказался достаточно успешен поэтому первые два года мы запустились в шестнадцатом году так получилось что 12 апреля день космонавтики проект оказался успешным и первые два года мы занимались тем что активно развивали сеть потому что здесь бизнес-модель такова что все решает локейшин могу даже несколько раз это слово повторить потому что без правильного расположения ничего работать не будет насколько я знаю это даже реклама особо не пользовался вообще не пользуюсь рекламой до сих пор потому что бессмысленно вся моя реклама весь мой маркетинговый бюджет если можно сказать заключается в достаточно высоких арендных ставках которые мы платим за те места которые нам нужны потому что ну откройся 50 или 100 метров в сторону уже все а как подбираются эти локации ты ты сам это ну там смотришь то что вот здесь я вижу трафик хороший или у тебя там работают специалисты где-то заказываешь их которые предоставляют тебе именно выгодное место под размещение пекарни ну я пробовал и так и так но ни одного нормального места мне никакие специалисты не предоставили если честно потому что у всех задача была одна впихнуть мне то что у них есть медь не устраивает поэтому когда я начинал я был один естественно делал сам сейчас уже есть целая модель есть понимание и в компании который сейчас работает по франшизе есть специалисты которые этим занимаются есть уже проверенные годами формула подсчета трафика конверсии мы принципе с точностью там до 5 процентов там 7 процентов можем сказать какая будет выручка в этом месте соответственно когда или я понимаю что это за определенное количество времени считается какое количество машин проехала мимо этого места сколько людей прошло только люди пешеходные только до автобусы и общественный транспорт учитывается элементы инфраструктуры такие как остановки сбербанк почта вуз рядом находится либо рынок какой-то эти вещи учитываются но они тоже влияют именно на трафик мы считаем количество людей проходящих мимо нашей двери причем если это семейная пара или семья с ребенком и считаем как одного человека наше они делают одну общую покупку ну смотри ты был в европе и приехал именно с идеей пекарни в европе же очень много разных других идей почему именно пекарни почему ты захотел открыть здесь пекарни в чем особенность данного бизнеса по сравнению там с другими ну как наверно так сложилось что во первых я очень люблю хлеб и выпечку это моя слабость прям самого детства во вторых так получилось это уже я потом об этом подумал когда компания работала что мой прадед был после войны здесь директором хлебкомбината потом построил и долгое время руководил макаронной фабрикой который сейчас уже снесли на этом месте там стоит у нас жилой дом вот так получилось что получается отчасти даже семейная такая через два поколения передалась наследство вот эта история с хлебом поэтому вообще я свой бизнес и вот те даже идеи которые у меня есть дальше там реализовывать я их основываю на том что мне нравится вот я люблю хлеб мне понравился эта идея и загорелся начал делать сейчас меня есть там проработки несколько идей которые тоже связаны с моими увлечениями я надеюсь что смогу сделать из этого бизнес потому что я уже похожие проекты видел как и в других странах так и в других регионах у нас пока этого нет я вот думаю что это можно сделать то есть это не за высоком маржинального продукта просто что лежало тебе как бы на сердце то ты и реализовал ну это не из-за высокого маржинального продукта то что не является таким уж супер высоком маржинальном ака маржинальность кстати ну нас знаешь получается где-то среднее по сети от четырех до восьми процентов это уже чистая прибыль предприятия получается говоря твоей общественной деятельности ты также являешься председателем комиссии в общественной палате по молодежной политике физической культуре и спорту на почему так или иначе все бизнесмены ну не все большинство уходит в политику зачем это надо было тебе во первых мне кажется что меньшинство они большинство вот во вторых я вниз отказал что это совсем прям вот уж политика для меня общественная деятельность это самореализация я принципе достиг определенных успехов не могу сказать что это то о чем я там мечтал и развиваться в бизнесе буду обязательно дальше конечно но тем не менее у меня появилось свободное время не появились ресурса главное желание сделать больше сделать лучше я там частично об этом говорю когда мы антидилер с тобой вот обсуждали это для меня плюс в карму попадание в общественную палату тоже произошло не сразу я зашел со второй попытки я пробовал в начале своего общественного пути на тогда меня не сильно кто знал и такой вот поддержки не было потому что на тот момент я участвовал в до выборах действующие члены палаты голосуют за тех кто подал заявки я не прошел прошел во второй раз уже спустя наверное год с первой попытки уже на тот момент было очень много сделано многие меня знали и то это было ну была такая реальная борьба с тем кандидатом который был моим соперником нас был двое на тот момент не так много вот я зашел председатель комиссии тоже было потом коллеги доверили вот это направление именно спорт молодежная политика потому что я заходил именно с молодежной политики все-таки отношу и антидилер и вот моя работа по популяризации предпринимательства среди молодежи в основном это идет это все относится к молодежной политике спорт для меня вот именно спорт с точки зрения общественной работы был немножко в новинку несмотря на имеющийся там спортивный клуб да cf club несмотря на свое там не профессиональные но тем не менее любительское спортивное прошлое то что сейчас занимаюсь спорт функционирование спорта работа государственной машины там чиновников там приходится взаимодействовать работать да для меня была в новинку я этому учился ну слава богу подсказывали помогали коллеги дела передали кто-то советом поделился и так далее поэтому для меня это абсолютно естественный нормальный процесс попадание само по себе в общественную палату для тех общественников которые туда заходят большинстве своем это ну некое признание тебя как общественника формализация твоего статуса там 63 человек что за статус такой общественник и на самом деле общественником может стать кто угодно для этого не нужно получать какие-то там бумажки значки или удостоверение организовал у себя во дворе общественные там какое-то движение совет провели субботник отмыли подъезды посадили деревья я не знаю там какие-то там обратились к власти чтобы с просьбой сделать там спортивную площадку еще что-то начали вот эту работу да ты уже общественник ну ты же понимаешь что люди бизнесмены спортсмены в основном не за этим они идут не для того чтобы агитировать людей чтобы они делали субботники у себя во дворе нет я не вижу надо агитировать за субботники хотя это же хорошо и про как пример я говорю о том что общественный деятель общественник это человек который берет на себя ответственность и становится лидером определенной группы людей и является представителем их интересов вот есть жители дома и нужна спортивная площадка там любом случае будет лидер который будет проталкивать у нас тут есть замечательные активные ребята микрорайон звезда да они такие сплоченные у них сейчас школу новую построили так далее они тоже в своем плане общественники кто-то например из бизнесменов отстаивает права предпринимателей есть такое объединение там опоры россии председатель член общественной палаты председателя по россии саратовского отделения она отстаивает интересы бизнесменов своего вот этой своей этой общности как ты относишься к тому что популярные спортсмены уходят в политику узнаете такой вопрос спортсмен спортсмену рознь я понимаю почему они туда уходят потому что у них есть узнаваемость уже когда они выдвигаются куда-то там депутаты и так далее не надо никому объяснять кто это их все знают в лицо и большая вероятность того чтобы вора голосуют за знакомую фамилию знакомое имя чем за непонятно кого с точки зрения политтехнологии это наверное особенно раньше было удачно плюс они являются такими но все-таки лидерами общественного мнения как раз можно было модно говорить наверное другие спортсмены за них проголосуют проголосуют люди которым там спорт тоже не безразличен да кто в этой тематике они там пойдут за ним но станут ли они успешными политиками большой вопрос кто-то наверняка станет кто-то адаптируется но одно известности для того чтобы стать успешным и эффективным именно как депутатом чтобы ты мог людям помогать чтобы ты мог решать вопросы с которыми к тебе приходит недостаточно нужны ресурсы которые далеко не у всех не госдума это законодательная власть и депутаты спортсмены но если так вот понятно дело что не все но если мы берем профессиональных спортсменов то вся их жизнь так или иначе она была связана только со спортом то есть ежели ты боксер ежели ты еще кто-то так или иначе ты всю жизнь занимаешься только спортом и зачастую времени на качественное отличное образование не всегда хватает и потом эти люди идут делать законы для людей насколько это может быть продуктивно и правильно и только из-за имени продвигать их если дозированное участие таких людей в законотворческой деятельности это будет нормально потому что ну например многие известные спортсмены становятся также спортивными функционерами становится тренерами председателями федерации кто-то становится потом министром спорта еще же если ты отвечаешь за свое именно направление свое направление отвечают вопрос нет если они начинают там допустим какие другие вещи рассматривать но надо смотреть что они предлагают далеко не все же предлагают глупости ну давайте не будем так вполне себе есть адекватные нормальные люди в игропе 5 спортсмен спортсмену роль не какие-то ярлыки не надо вешать на мой взгляд хотя конечно сформировать думу только из спортсменов и певцов конечно же это корень неправильно мы на нашем канале любим говорить немного о цифрах сколько может в среднем приносить в месяц 1 . ну давай в среднем посмотрим нормально работающая . валовая выручка от миллиона рублей миллион минималка там полтора это очень хорошо до того как мы назвал восемь процентов до когда мы начинали там где даже и десять процентов бывало где то есть соответственно 100 120 тысяч можно было зарабатывать час это чистая прибыль чистая прибыль с одной точки до сейчас осталось не больше 50 там 30-50 здесь проблему выросло сырье очень сильно цен на продукты мы видим что происходит даже президент об этом говоришь и надо их сдерживать они растут я на конечного покупателя не перекладываю цены мы постараемся не поднимать во всяк случае на базовые продукты на хлеб мы за четыре года один раз изменили цену мы заходили на рынок у нас буханка стоил 15 рублей вообще то есть это как бы ниже нижнего сейчас она стоит 19 последние три года мы цену не трогали и сейчас не будем трогать сколько я знаю на хлебе никто не зарабатывает до хлеб якорь вот у нас в конце дня начинается распродажа где 30 процентов скидка на все что осталось цена посчитана таким образом чтобы в распродаже это был 0 не минус то есть вот на нем зарабатываются копейки для многих ну и для меня в том числе и не буду скрывать пекарни оказалось прям очень выгодный бизнес потому что хлеб едят все там все всегда там пандемия не пандемия все равно все люди всегда ели и в первую очередь всегда все шли за хлебом но разговаривая с тобой обсуждаю определенные цифры выгоднее намного открыть шаурму или какую-то какой-то пивной магазин ну пивной магазин мы с ним боремся в рамках антидилер и поэтому комментировать не буду вот что касается такого вот мнения она действительно бытует и одно время многие люди обращались просили там помочь других регионов еще что-то но это обывательское такое мнение помимо того что он не сверхприбыльный но в принципе нормальный бизнес он очень геморрой не защищу во первых за счет того что все это ручной труд люди им свойственно ошибаться свойственно нарушать правила да то есть мы понимаем что даже создав систему контроля того же качества и так далее все равно будем сталкиваться с тем что эти правила будут нарушать а это несет в себе огромные риски как со стороны того что мы просто потеряем своих покупателей если начнется нарушать технологии так это что мы получим какие-то штрафы стороны надзорных органов если будут другие вещи нарушаться постоянно что-то происходит постоянные поломки оборудования от этого никуда не денешься нужна своя инженерная служба до постоянно происходят какие-то открываются новые конкуренты какие-то попытки тебя там что-то какой-то кусочек откусить где-то тебя как-то скомпрометировать и еще что-то это бесконечно когда мы заходили четыре с половиной года назад на этот рынок я могу сказать что мы запрыгнули на последнюю практически подножку уходящего поезда сейчас уже зайти на этот рынок где-либо в россии в том числе все это нереально почему вот я кстати хотел задать вопрос можно ли сейчас открыть вот еще одну пекарню пусть даже в нашем региону я на твой вопрос отвечу так открыть можно но работать она не будет объясню почему все места которые где возможно было открыться где бы она была рентабельна занята либо мной либо моим конкурентами не осталось ни одного места на карте нашей области где можно открыть пекарню чтобы она была успешная в этом уверен так ребят кто хотел открыть пекарни забывайте а даже если кто-то попытается допустим понимаешь можно взять и открыться в соседнюю дверь со мной или там с кем-то еще ну во первых это такой недружественный агрессивный шаг воспринимается как нападение да то есть который может привести там к торговой войне какой-то там демпингу цен и так далее но вы открываясь заранее находите слабой позиции я уже работаю давно меня сформировавшийся коллектив у меня сформировались покупатели у меня все налажено вы заходите я не знаю там какой у вас запас финансовый но вы в любом случае долгое время пока я здесь работаю будете в минусе мы оба скорее все будем в минусе мы как-то там поделим там 50 на 50 60 на 40 не знаю тех покупателей которые есть вот тот трафик я могу терпеть долго у меня большая сеть я тут не уйду никогда а вы наверное рассчитываете вкладывая свои деньги деньги инвесторы что у вас какой-то бизнес план начнете их отбивать нет не начнете поэтому если уж прям принципиально придет какой-то доллару и миллиардеры начнется нами воевать ну наверное да но бизнес идеи и смысла в этом нет никакого говоря большой сети сколько точек у тебя на данный момент у нас 70 с лишним точек из них 42 полного цикла она там же пикут там же продают остальные там только продают как вы добились такого результата что за четыре с половиной года вы открыли 70 точек за счет чего произошел такой рост ну кстати мы добились основного результата за первые два дальше уже только допиливали дорабатывали там две трети было открыто за два года первых ну во первых за счет того что сюда стали заходить наши конкуренты крупные федеральные компании мы поняли что если мы сейчас не сделаем рывок через полгода будет уже поздно ну то о чем сейчас говорили места все заняты ребят спасибо за участие на сегодня поэтому нам пришлось там срочно кредитоваться срочно бежать вперед им там были месяца к нам 10 точек в месяц открывали там 6 7 это очень сложно это практически не ели не спали но тем не менее мы должны были сделать но не ели потому что вы реинвестировали все деньги правильно мы реинвестировали все деньги мы занимали мы продали все имеющие имущество лишь бы лишь бы открыть чтобы завоевать рынок да да это был очень важный момент зайти и застолбить свое место как ты относишься к политике владимира владимировича путина владимир владимирович сделал для страны очень много особенно если говорить о начале двухтысячных когда он пришел каком состоянии он получил россию это конечно великое его достижение потом там чуть позже была крымская весна присоединение крыма до такой тоже знаковый я думаю что это во всех учебниках истории будет этот момент описан круто но то что происходит последнее время на самом деле меня тоже есть ряд вопросов не подумайте что я там совсем согласен все одобряю куча проблем нерешенных копится это тоже есть нас семь лет последние семь лет идет стабильное падение уровня жизни то есть вот экономическая политика мне честно говоря непонятно причем есть же в окружении в том числе люди говорящие здравые вещи ну например тот же глазев вот его если послушать четкое понимание происходящего имеющиеся прописанное подготовленные стратегии как выйти из этой ситуации каких-то сверх ресурсов для этого не нужно но к сожалению как только он начинает говорить и он начинает затыкать случается истерика у председателя центробанка она требует чтобы он замолчал не понимаю есть вещи тоже необъяснимые например ну та же пенсионная реформа пресловутая которые столько говорили столько копий было сломано я не понимаю зачем это было делать с экономической точки зрения ничего на мой взгляд это не дало ущерб колоссальный люди разочаровались отвернулись и обижены многие и это справедливо зачем это было делать не знаю такое ощущение что есть какие-то еще и советники не самые лучшие которые вот это все делал подкидывают помимо пекарен насколько я знаю ты обладаешь еще несколькими бизнесами один из которых это dacif club даешь ли ты рассказать о нем также поподробнее dacif club это моя такая отдушина это мой проект для такой наш плюсик в карму во первых я люблю спорт сам занимаюсь с детства и каратэ занимался спортивный зал хожу и он родился и мы дружим с даци дациевым родился у нас даться всегда хотел зал хотел им тренировать детей у него это получается ему это нравится к нему он ведет три группы у него всегда аншлаг и он прям вот ну тренер от бога и мы решили с ним что такой проект которого в принципе не саратове не даже по волже нигде нету он здесь будет интересен да с точки зрения бизнеса он вообще далеко не на первом месте по маржинальности находится предполагаемый срок купаемости семь лет если для пекарни это где-то полтора года в среднем там плюс минус и семь лет то есть это было сделано не для денег это сделано первую очередь для души вторую очередь все-таки это ну хорошее благое дело мы тренируем детей наших я всегда радуюсь когда вижу как в наших стенах вырастают чемпионы как ребята занимают места призовые на разных турнирах к нам приезжают различные гости хабиб к нам приезжал на тренировался нашем клубе высоко оценил для меня это важно то есть это такое можно сказать знаете ну не то чтобы общественный проект но он направлен именно на популяризацию спорта и на развитие именно там и мы мы и боевых искусств почему такой нейминг почему именно до циев клуб ну насколько я знаю ты являешься учредителем я являюсь учредителем до ци является тоже учредителем и фронтменом и собственно клуб носит его имя прославленный чемпион известный в саратове спортсмены не только саратове за пределами да я считаю что это правильно это нормально так и должно быть потому что ну как его можно было назвать но не моим же именем я не имею отношение к мм и не к боевым искусствам в профессиональном смысле слова поэтому это вполне на мой взгляд логично для привлечения трафика пользуясь личным брендом до ци до ци его ну в том числе да но эта школа до ци до ци его он там практически живет каждый день тренирует работает это его храм я здесь больше как инвестор я как инвестор и человек который получает удовольствие от того когда он туда приходит ведь дети тренируются как приходят родители благодарные говорят спасибо как приводят там своих друзей соседей одноклассников ну ты инвестировал в этот проект чисто для души чисто для души до в пекарне ты как бы занимался инвестировать он тоже чтобы ну потому что тебе это нравится мне нравилось но пекарне в принципе нормально зарабатывает и годатора года это хороший срок покупаемости 7 лет это 70 точек как бы тоже показатель определен до клуб ну если через семь лет он окопится я буду рад это хороший результат то есть это не аначе на были деньги вот эти лежали я хотел дом себе построить его сейчас строю но затянулась уже на три года стройка дома я хочу переехать вот я решил что я лучше построю школу чем дом вот я всегда так знаешь как-то в ущерб может быть каким-то личным делам либо в бизнес вкладывали в какие-то проекты ну потому что это всегда будет идти со мной это будет сопровождать не всю дальнейшую жизнь это моё реноме это моя карма моя судьба поэтому я считаю правильно если еще проекты в которые ты инвестировал либо еще инвестируешь ну есть те проекты куда я собираюсь инвестировать то что я собираюсь сделать пока не буду раскрывать потому что таки это коммерческая тайна во вторых пандемии внесла в свои коррективы во все бизнес-планы в том числе и по школе и по хлебу кстати вот ты спрашивал по поводу того что даже пандемию хлеб едят найти могу сказать в апреле было падение 70 процентов по выручке почему-то на гречку перешли да нет все очень просто мы я же не зря говорю про location про подсчет графика и конверсии трафик упал люди перестали по улице ходить все но есть не перестали есть не перестали на тигр минус 70 процентов я думал волосы у меня выпадут на тот момент ничего прорвали так 90 процентов страны думала этот период все мы знаем про навального и про его отравление и совсем недавно самое популярное видео на ю тубе в тренде который продержалась на первом месте где он показал о том что он нашел якобы на своих заказчиков то что он пообщался с фсбш никами они там все подтвердили и в этот же момент ну понятно делать навело такую шумиху во всем мире в этот же момент в этот же день ты выкладываешь пост в инстаграме где обвиняешь навального в измене родине что он предатель и ну как бы все это не правда я не занимаю ни одной из сторон вообще не правда не неправда можешь ли ты пояснить позицию да могу видео навального действительно такое набрало огромное количество просмотров мне кажется он перехватил пальму первенства у дзюбы в этом вопросе вот знаешь к навальному вот лично у меня отношения скорее негативное я этого не скрываю потому что для меня он не является во первых каким-то настоящим оппозиционером на мой взгляд это абсолютно такой искусственный проект который долгое время устраивал всех ну рассказывает он своем youtube канале там с двенадцатого года по моему да золотые унитазы виллы виноградники вот это все показывает при этом он не предлагает никаких действий или решений что с этим делать у него нет никакой вообще позитивной повестки у него нет нормального анализа не экономики ничего у него есть только вещи касающиеся отдельных конкретных чиновников о том какие они плохие но мы наверное с вами не дети понимаем что элита любой страны в любом мире они от совершенно не бедные люди и рассказывать нам о том что вот у них там огромное состояние ну я не думаю что кто-то там сильно в этом плане удивиться но нет там нищих это плохо так не должно быть я не ни в коем случае не оправдываю там коррупцию еще что-то если какие-то факты есть это надо расследовать и конечно же этим должны заниматься компетентный орган но навальный такое впечатление что он знаете такой как канализатор протеста то есть ему вот это вот активка так называемая сливают это либо западные спецслужбы как было в последнем случае сейчас мы к этому еще дойдем либо это даже он совершенно спокойно брал здесь у разных ну мы все понимаем что теория властных отношений существует и она говорит о том что есть различные группировки которые между собой борются в том числе внутри там власти до в интересах одной группировки наезжал на членов другой наоборот и прекрасно себя чувствовал в этой вот всей системе 8 лет варился почему я обвинил его в измене родине почему я считаю его предателем почему так негативно к нему настроен вот после последнего мне стало очевидно то расследование которое он провел даже если она хотя бы там на десятую часть правдиво сделать это было возможно он кстати этого не отрицает с помощью спецслужб стран противников цруми 6 я не знаю я там свечку не держал но это очевидно никаких журналистских возможностей и он журналист тащи в кавычках не хватит чтобы вот это все сделать его такая замечательная встреча в германии гость канцлера ангела меркель охрана чуть ли не национальной гвардии там вокруг оцепление выставили скажи мне пожалуйста игорь а вот рядовому россиянину с которым что-то случилось самолете и вот так в германии встретят но они же прекрасно знают позицию навального и смотрели его видеоролики в том числе и ну причем здесь позиция норму навального он граждан обычный гражданин российской федерации его встретят так я думаю что нет ну раз он обычный гражданин российской федерации почему тогда не завели дело в отношении его отравления как бы когда его отравили не завели никакое дело но сейчас дойдем я честно говоря не знаю почему не завели дело потому что мне кажется все таки определенное расследование ведется просто дело не афишируется заводить дело на кого и как непонятно ну пусть в этом там силовики разбираются давай просто увеличим масштаб и с тобой на всю эту ситуацию посмотрим так вот свысока вот что сейчас произошло кроме огромного геморроя в кремле от того что произошло ничего не получили он 8 лет занимался тем чем он занимался никому был большому счету не сильно он был нужен никому силе не мешал и никакой ни разу не конкуренты не не соперник путину это мы понимаем и он ничего для нашей страны полезного не предлагает своих роликах когда он говорит посмотрите у него виноградники и у него золотой унитаз у него на лице и у него в глазах написано ребята я тоже так хочу я хочу свой виноградник это человек который не предлагает позитивных сценариев если мы посмотрим на поле тех кто не согласен там так называемых оппозиционеров там есть достаточно грамотные люди которые предлагают решение но они не радикализованы как навальный его взаимодействие западными спецслужбами она очевидно и он сам это по большому счету не отрицает для меня человек который вступил взаимодействие с спецслужбами соперника врага для меня человек который взял от них деньги который взял от них информацию и пусть она даже если она правдивая на какой-то там часть или даже полностью взаимодействие со спецслужбами соперника противника врага это измена родине . этот человек предатель неважно какие у него мотивы а если допустим то что его отравили ну это правда допустим да представим его я думаю что его отравили только не наш но он при этом при всем думает что его отравили наши он не думает он говорит то что ему на бумажке написали и если бы не дай бог там со мной бы такая ситуация случилась и если бы я так же думал о том что меня действительно отравили сверху да мне вообще все равно было абсолютно через кого мне взаимодействовать чтобы действительно доказать правду он взаимодействовал с ними и до выпускник ельского университета он сам бывает на западе куча роликов которые показывают расследование разных как взаимодействует с послами других стран где он встречается с представителями и иностранной разведки все есть он эту не отвечать там в отелях разные эти встречи и так далее но если допустим тебя отравили то тебе чё надо заткнуться как бы не надо заткнуться смотри игорь вот еще ни с кем не взаимодействовать даже пусть это будут спецслужбам понятное дело да нельзя это делать но если там не нуждают измена но если покушаются на мою жизнь а ему в голову не приходит что они же его и отравили ну вот смотри давай вот так вот кому выгодно давай смотреть не на то что нам стремятся показать а вот реально посмотрим просто на логику вот у кремля сейчас огромный геморрой связанный с навальным причем ситуация многоуровневая мы сейчас можем отвлечься от его персоны гораздо более серьезные обвинения в том что мы нарушаем международные обязательства по этим боевым отравляющим веществам то что мы не уничтожили то что было прописано до в этих договорах то что мы по сути плюнули там всем в лицо вот этим вот действием если бы хотели убрать навального ну куча других способов никто бы не подумал вот это все было сделано столько с одной целью это провокация для получения крупного международного скандала и повода в очередной раз совершить медийную информационную атаку на россию им каким-то рычагами надавить вести дополнительные санкции еще что-то еще что-то мы думаем я душем еще весь двадцать первый год эта тема так или иначе будет присутствовать и будут какие-то последствия не будут будет вред причиняться дальше но он уже причинен огромное все будет раскручиваться так вот навальный сам по себе здесь игрушка и гораздо выгоднее его западным партнером его же отравить подставив при этом я не сомневаюсь что за ним следили обязательно за такими людьми следят и возможно как раз проблема в том что они допустили что с ним это произошло ну ты понимаешь что вот его ведут он идеальная мишень для провокации если с ним что-то происходит сразу же говорят что это злой путин с горящими глазами лично ему в чай еду плеснул вот этот мем такой международный создается этот бред где путин где навальный ну это просто разные лиги а вот теперь теперь навальный у всех на устах его вывели этот вот проект он стал действительно крутым теперь вот он может сидя там за границей душем в россии не вернется никогда потому что будет здесь наверняка ждать уголовное преследование он может говорить все что угодно его будут приглашать в белый дом будет там вместе с светланы тихановской рядом сидеть и рассказывать как им там живется но смотри ты человек так или иначе связан с политикой вхожей государства частично частично вхожи в государство можно ли тебе вообще в принципе думать по-другому можно мне можно думать как угодно и говорите могу при всем при этом ни один политик не высказался о том что блин точно правда как бы но теперь я посмотрел видео как бы все теперь и удостоверился все я ухожу ни одного такого не было ну естественно его и не будет потому что это видео рассчитан не на них это видео дело рассчитан на ту аудиторию который есть у навального она на самом деле сделано достаточно качественно я его когда посмотрел она действительно прям вот тебя держит в напряжении ведет 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 и так далее но я глубоко убежден что не то чтобы офицер спецслужбы любой нормальный человек от звонков в 7 утра уже на втором странном вопросе не стал бы разговаривать вот я бы не стал и ты бы не стал знаешь это вот особенно сейчас когда тебе через день звонят и говорят из какой-то колонии о том что это служба безопасности сбербанка начинает странные вопросы задавать но это невозможно даже если бы этому оперативнику позвонил сам путин он должен вкатить владимир у меня инструкции вы можете прочитать в моем рапорта думаю что не верю но то что не может там произойти такой уплошности я не могу в это поверить да послушай игорь человеческий фактор он конечно присутствует но не в данной ситуации ну уже прошло на момент его звонка полгода с того как его там в томске сует произошло если так он уже давно там написал тысячу рапортов уже была куча разборов уже там ну чё только не было но он не может на это повестись уже все вот у него есть определенной формы допуска форма отчетности инструкции он действует рамках них даже если предположить что они действительно вычислили тех людей которые с ним летали я даже не спорю это может быть действительно так но убивать его никакой цели нет смысла геморрой для всех ничего более причем таким вот изощренным способом у нас автор у нас сейчас он извините сначала дюба обсуждаем теперь синие трусы важно понимать что я сейчас не защищаю навального и не оправдываю мы просто разбираем да я понимаю я просто свою точку зрения доношу то есть я не то что я там защищаю тоже там режим или еще что-то я во первых патриот своей страны патриот своей малой родины я отсюда никуда не уезжаю жать не собираюсь я общественной деятельностью занимаюсь здесь вот здесь стало хоть немножко но лучше самое простое есть уехать второе вот тогда я выложил пост там такое понеслось в комментариях я вот смотрю у нас к сожалению сейчас интернет людей разбаловал и они не понимают что свои слова надо отвечать многие опускаются до откровенных каких-то оскорблений многие пишут вещи за которые если бы они вот вышли во двор кому-то в лицо сказали их очень быстро воспитали за это но интернет дарит такое чувство безнаказанности что и это тоже на самом деле сегодня большая проблема то есть люди перестали осознавать серьезность слов и что это не просто так почему ты вообще незнакомый у тебя человека только потому что он не согласен с тем что ты думаешь можешь оскорблять как ты относишься к наркотикам ну как ты знаешь я возглавляю движение антидилер саратов и поэтому конечно же отрицательно негативно говоря об антидилере можешь ли ты рассказать что это за проект поподробнее для тех людей которые нас смотрят сейчас эти дилер это общественное движение его создателем лидером является прославленный спортсмен дмитрий юрьевич носов бронзовый призер олимпиады в афинах пудзюдо если помнишь эту историю сломанная рука давай за третье место такая она громкая была достаточно вот он является лидером мы с ним очень хороших дружеских отношениях и движение это родилось в красноярске тогда была такая актуальная проблема она сейчас актуальна для юга россии в основном саратов слава богу она пошла стороной как наркоманские аптеки то есть когда ты приходишь в аптеку там крайне такой ограниченный ассортимент необходимый только для получения лицензии а у продавца уже здесь вот в кармане нарезанные блистеры они вот наркоманам там по 300 по 500 рублей продают психотропные препараты это в аптеках это в аптеках и аптека зарабатывают именно на этом там выросли может слышал нам не будем рекламировать название этих препаратов да но это есть у нас этого к счастью нет а на юге это очень сильно распространено и проблем существует вот когда он с ней столкнулся он решил что надо попробовать с этим бороться и добился определенных успехов в красноярске было его избирательный округ когда он был депутатом государственной думы там он этим занимался прошло семь с половиной лет движение разросло сейчас там больше 30 регионов поэтому когда зашла речь о саратове вообще положит он позвонил мне предложил начать этим заниматься я как человек который в принципе всегда занимался спортом я за здоровый образ жизни негативно ко всем историям связанным с наркотиком отношусь поэтому для меня это было интересно я считаю очень понимал что нужно делать как и так далее но я быстро втянулся научили рассказали и это в принципе стал таким моим первым шагом общественную деятельность в общественной жизни но ты достаточно успешный бизнесмен до которого в принципе все хорошо зачем тебе этот проект нужен был зачем тебе надо было гоняться за этими наркоманами когда она в принципе у тебя все нормально ты знаешь это вот со стороны кажется что все нормально и можно сесть успокоиться ночевать на лаврах нет нельзя для меня это самореализация то есть я достиг определенного там уровня да там буду дальше заниматься бизнесом конечно без этого никуда но мне хочется все-таки внести свой вклад в общество мне не все равно что происходит вокруг мне не все равно что на улице грязь не сера но что они бегают эти наркоманы ищут свои закладки там да не дай бог моему ребенку завтра предложит знаешь вот бывает такой момент когда ребята приходят без я хочу вступить в антидилер мы начинаем с ними общаться также сидим собеседование провожу и 9 из 10 спрашивают а сколько мне за это будут платить игры послушаем ты пришел в общественное движение тебе должны платить за то чтобы ты навел порядок у себя в районе себя во дворе тебе что платят за то что у себя дома убираешься ты хочешь сделать лучше ты в этом живешь сам чему я должен тебе за это платить вот это тоже самое просто берем и делаем что можем чтобы справиться но что вы именно делать вот допустим я пришел к вам в антидилер я хочу также бороться с наркоманами что мы что я уж буду делать ну то есть давай смоделируем день давай смоделируем день во первых конечно сначала мы тебя будем всячески проверять с помощью силовых структур потому что много и заходят людей с какими-то нечестными мотивами до например что здесь можно сделать такого ну во первых те же самые наркоманы или наркодилеры понять что происходит изнутри получать какую-то информацию во вторых есть еще направление антиалкогольная где проводятся рейды там по всяким этим шинкам которые ночью или контрафактам торгуют к сожалению приходят люди которые думают что на это можно заработать который думает что сейчас я вот тут немножко поборюсь а потом займусь крышевание такие тоже есть поэтому я всегда тщательно проверяю и людей не все люди проходят несколько стадий кого я могу допустить к следующему только когда человек уверен пусть у меня будет три человека или пять человек вместо 50 но не будут проверены я знаю что они меня не подставят не испортит имя не антидилеру не мне ну так везде отбор ты понимаешь среди чиновников правоохранения органов тоже ведется такая селекция потому что есть люди которые недобросовестны вот поэтому когда ты придешь сначала эти доверию только работу в социальных сетях я тебе доверю может быть какие-то профилактические вещи начну брать с собой в антиалкогольные рейды там одним из да чтоб ты посмотрел как это работает дальше потихоньку потихоньку если будешь себя проявлять допустим тебя до взаимодействия и с правоохранительными органами и может быть потом самому разрешу какие-то операции проводить дать и по захвату собственно вот этих вот наркоманов которые расставляют ну закладки смотри значит здесь что касается наркотиков тема такая достаточно закрытая потому что во первых ну большой пласт это то чего на поверхности это профилактика все спортивные мероприятия встречи с спортсменами проведения лекции там и так далее ну профилактика классическая она открыта здесь пожалуйста можно работать опять же если человек проверить все остальное как работает мы получаем информацию много пишут мне в instagram обращаются люди которые не хотят идти в полицию не хотят писать заявление не хотят эту бюрократию волокиту не хотят чтобы их дергали опрашивали там и так далее я все систематизирую что можно мы там постараемся проверить какие-то откровенные фейки мы отметаем дальше я передаю уже по своим каналам непосредственно оперативным сотрудникам они начинают работать с этого момента может пройти месяц два три шесть восемь сколько нужно дальше уже мы видим финальную стадию задержали арестовали и так далее изъяли но вы сами не ездите никого не заламывать и внецами мы не заламы но ребята могут участвовать в операциях с операми там и засаде посидеть и при задержании поучаствовать и еще что-то раньше они там сами никого не бьют не трогают но поехать вместе с ними где-то там помочь может быть снять это на видео и так далее они в этом принимают участие где-то они могут использоваться как агенты да то есть там пойти закупка и так далее все это в строгом соответствии с правилами урым учитывая твои прогнозы и предпринимательский опыт куда сейчас стоит инвестировать свое время деньги ну и собственно весь фокус внимания куда надо направить что касается бизнеса вообще сложно что-либо угадать потому что мне тоже казалось год назад что достаточно устойчивый бизнес как мы с тобой говорили 70 процентов падения слава богу там вовремя я до конца не верю что этот проект получили там финансовую поддержку государства смогли там до выкарабкаться я могу сказать с точки зрения отца с точки зрения главы семьи чтобы сейчас я делал ну во-первых вкладывать деньги в книги и в образование свое своих детей очень скоро книгу и купить не сможете книги по истории книги это энциклопедические да вещь то есть вкладывать туда если есть возможность где-то нанимать каких-то учителей репетиторов делаете это минимизируйте время ваших детей которые они проводят в интернете забирайте у них планшеты телефоны общаться с ними играйте отдавайте их спортивные секции кружки все что угодно делайте из своего ребенка человека нормального человека мы утратили всю ту систему к сожалению которая была в советском союзе которая позволяла развиваться там конечно было много плохого но еще больше там было хорошего и к сожалению мы это все теряем 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 лично я считаю конечно распад советского союза большая трагедия для нашей страны ну что был то было уже теперь в чем вот поэтому я считаю вот в этом направлении нам двигаться глядя на тебя можно сказать что ты действительно являешься патриотом своей страны если вдруг когда-нибудь ты станешь депутатом государственной думы или будешь занимать еще выше какие-то должности какие бы законы ты издал знаешь конечно если вдруг когда-нибудь стану там будет виднее я могу сказать первым мне конечно не знаю будут ли такие полномочия возможность влиять на экономическую ситуацию я об этом говорил но я бы обязательно обратил на это внимание ну из ближайшего возвращаясь к своим взглядам я например считаю что нужно пересматривать полностью все законодательства связанные с обращением оружия из самообороной и с неприкосновенностью жилья что именно ты имеешь ввиду я считаю что нужно разрешить свободную продажу оружия в том числе короткоствольного ну по примеру того как это сделано в соединенных штатах америки у нас по переубивают друг друга нет не переубивают потому что смотри вот преступники у них и так все есть им никакое разрешение надо а рядовой гражданин никак в этом пламе плане защититься не может да у нас можно приобрести оружие ограниченного поражения травматы так называемые но практически отсутствуют случаи признания судом правомерности их применения то есть у нас так заказак он написан что если тебя вот практически пришли убивать и ты применил тех сам будут сидеть судить за это вот был недавно случай когда в московской области вломились дом всех избили жену ребенка маленького связали пытали там не знаю что делали с хозяином дома он каким-то образом пять человек был с оружием вырвался схватил кухонный нож двоих зарезал или троих остальные убежали его судили но это разве нормально здесь да здесь вот эти вещи надо пересматривать и по поводу переубивают не переубивают по одной простой причине не но будут какие-то случаи поначалу они обязательно будут вот такой естественный отбор он пройдет и все люди очень быстро поймут что если у тебя есть реальная опасность совершив какое-то правомерное действие самому погибнуть или получить какой-то ущерб они тут делать не будут если ты вот даже там вольем банальный конфликт на дороге у тебя пистолет есть какой-то там да у него нет ты на человека нападаешь он перед тобой беззащитен полиция не знаю приедет не приедет что потом там разбираться непонятно поэтому люди себя ведут неадекватно если вы же понимаете в ответ также может тебя застрелить лишний раз подумаешь а надо ли тебе все это полиция потом будет разбираться кто прав кто виноват но то есть если ты будешь уверен то что ты можешь получить достойный отпор лишний раз подумаешь если ты будешь знать за залезаем чужой участок и что-то там пытаясь скрыть дом ломать украсть еще что-то тебя могут подстрелить и хозяин будет прав ну наверно ты подумаешь лезть тебе туда или нет но вот эти все ситуации вот в том числе да когда у нас наступили ограничительные меры когда много людей потеряли работы уровень преступности так или иначе резко начал резко начал расти ну вот из-за маленького ну и не то что из-за маленького из-за экономической за трудно экономическая ситуация ну и в принципе в стране люди то не делают это не потому что им это нравится но в большинстве случаев а из-за того что они вынуждены может быть если бы в нашей стране действительно экономическая ситуация была гораздо выше стабильнее то в принципе и не приходилось бы ну как бы вводить такие законы для покупки оружия ну в тех же сша экономическая ситуация другая но там это все продается спокойно совершенно опять же понимаешь это уровень ответственности гражданина оружие все-таки это не игрушка то ты его приобретает и понимаешь что ту ответственность который на себя берешь неважно какой сейчас там уровень экономические так далее человек совершающие преступления владеет средствами оружием владеет человек который становится объектом этого представления должен иметь точно такую же возможность и право защищаться тебе когда к тебе залезут с оружием будет сильно принципиально делает он потому что ему это нравится ли потому что ему деваться некуда ну вот и все ты должен иметь право защищаться и это нормально и люди которые на это идут они будут понимать что они могут встретить отпор еще раз повторюсь это важный психологический момент не то что меня не найдут я скроюсь или там еще что-то да это реальный риск для жизни наверное те люди которые хотят кого-то там ограбить они вряд ли полезут грабить воинскую часть какую-то да понятно почему потому что плохо закончится но здесь то же самое все и и постепенно сознание она начнет у людей меняться помимо этого закона есть ли еще либо это самый главный значит самое что на мой взгляд вот лежит на поверхности чем надо заниматься так конечно смотреть много законов говорю я бы вот так на в экономической сфере посмотрел позанимался и все что связано с налоговым законодательством очень интересные есть вещи например я считаю вот у нас сейчас енвд отменяют почему бы не ввести налог с продаж и при этом можно было бы и в части случаев там всяк случай в рознице отказаться от ндс да очень удобно администрировать сейчас везде стоят онлайн-кассы налоговая видит количество чеков выручка на все про тебя знает веди конкретный налог с продаж допустим один процент с выручки должен заплатить вообще ничего не надо там никого ловить кто заплатил кто возместил ндс ничего не надо придумывать миллион рублей пришел один процент автоматически списали в конце месяца все все понимают все прозрачно какая система цена образования сколько ты отдал за налоги налоговая тебя видят ты тоже не паришься на счет все чисто прозрачно удобно можешь ли ты рассказать самую жесткую ситуацию или случай который был связан вот именно с этим проектом знаешь вот с наркотиками таких-то примут супер жестких ситуаций не было слава богу а вот на антиалкогольном рейде мне вспоминается случай на окраине ангельса мы туда поехали причем у нас была достаточно большая группа на тот момент человек 8 на ведре собрался там один магазин от которую просто тонал весь микрорайон жало было огромное количество они торговали просто паленкой по ночам вокруг собиралась местная шпана устраивали там драки люди не могли просто из дома выйти там уже что творилось прямо такой трэш мы туда поехали первый раз а ларек этот там вообще непонятно кому принадлежит мы так вот и не удалось выяснить там постоянно какие-то разные владельцы приезжали какие-то люди и в один из наших рейдов мы оттуда первых вывезли больше тысячи литров паленки просто мы у нас было 4 машина водки в основном там крепкий алкоголь причем откровенной паленки дамы смесь сотрудниками полиции были когда мы начали выгружать у нас было четыре машины битком пришлось звонить вызывать приехали еще сотрудники гаи ппс к ним загрузили а самое интересное что вокруг пока мы все это делали собралась местная шпана человек 50 наверное начали пытаться нас там прессовать перекрыли машины нас не выпускали время уже было три часа ночи к тому моменту в общем то там прям по краю чуть-чуть не дошло до конфликта пришлось вызывать росгвардию приехала несколько экипажей их там разгоняли в общем 8 утра мы закончили я могу сказать что на ушах стоял весь энгельс все местное отделение полиции потому что прям ну такая достаточно серьезная была ситуация я думаю что если бы вовремя экипаж не подоспел там могло быть конечно не очень здорово потому что они бы крайне агрессивно настроен но наверняка же их подкупили я думаю что не за собственные желания же нет я не думаю что их подкупили это просто люди которые привыкли там тусоваться может быть какого-то их друга там . еще что-то они приехали защищать защищать свой образ жизни свои порядки и думаешь они были подкуплены они просто ну значит такие гопники на районе которые защищают свою точку если в саратове наркобороны как в кавычках наркобороны ты знаешь сейчас уже такие времена что скачут здесь наркобороны ли там нет все это бесконтактным способом все через telegram разные звеньи цепи друг друга не знают где там что хранится мало кто знает но наверняка есть наверняка есть какие-то крупные оптовые магазины и так далее я вот помню был случай ну как вот назвать его наркобароном нельзя задержали парня выезжали 22 года этот паренек с рюкзачком следили за ним там несколько недель при задержании 2 килограмма синтетических наркотиков в рюкзаке пришли к нему домой с обыском еще 500 грамм дома жена которая вообще не в курсе чем он занимался маленький вот такой вот ребенок полуторагодовалый ходит дочка он организовал оптовый магазин в интернете два года работал продавал жена думал что он айтишник но он и был айтишник у него есть эти знания но занимался он именно вот этим ну вот дочь слоем теперь увидеть наверно выпускном школе лучшем случае жестко 20 чтоб ты понимал посчитай два с половиной грамм килограмма две с половиной тысяч грамм разделе две с половиной тысячи доз это крупная в деньгах сколько это и слушай в деньгах это я счастье не готов даже сказать ну в миллионах рублей и сколько после этого людей бы погибло или совершила какие-то преступления или сколько молодежи на эту подселу тоже две с половиной тысячи откуда он это брал вы узнали он от более крупных поставщиков да но он считается такой ну по местным меркам до два года работал занимаясь этим проектом ты не будешь собственную жизнь там не поступают ли тебе угрозы угрозы семьи ты знаешь есть такая поговорка может запикаете да кто сыт тот гибнет нет не боюсь такие примут сказать что прям супер угрозы поступали нет не могу сказать потому что ну это неизбежная борьба никуда от этого не денешься также их полицейские будут ловите без нас допустим да может быть там чужие постоянно угрожают нет но например в интернете гадости всякие пишут по этому поводу меня там пытались обвинять когда мы боролись с шинками которые ночью в открытую продавали алкоголем не обвиняли что хочу захватить монополизировать этот рынок сам этим заняться там чуток не писали куда только не обращались по этому поводу такое есть да вот когда облить грязью очернить конечно наверное самый главный инфоповод и проблемы собственно с которым мы столкнулись это коронавирус пандемия что ты вообще думаешь на счет вот кстати на этот счет я высказывался очень много особенно по весне мое мнение ну практически не изменилось с того момента я по-прежнему считаешь тут тут надо разделять вот это есть вирус есть люди которые болеют и болеют достаточно тяжело но он не является чем-то сверх там новым ужасным с точки зрения опасности для человеческого вида для нашей популяции он ее не несет он несет индивидуальную опасность но популяционно он не опасен и вот эта вот борьба с ним вот это так называемая к вида или корона бесия которые вокруг него вот это совсем другая история вот это я считаю вообще главной аферой 21 века на данный момент когда под соусом используя самую сильную человеческую эмоцию страх под соусом борьбы и заботы о гражданах во всем мире это абсолютно такая глобальная ситуация здесь надо это понимать и мы еще в россии достаточно адекватно эту историю проходим есть страны все где намного хуже нас наша жизнь наши привычки вообще наш наш образ жизни полностью переформатирует надо понять мы не вернемся к тому что было до двадцатого года многие вещи которые люди привыкли их больше не будет нас ведут на самом деле очень светлые не очень замечательное будущее люди ну скажем так я их называю финн интерном можно их называть глобалистами и так далее это кто такие мировое сообщество миша есть ну скажем так финн интерн финансовый интернационал на данный момент глобально миром практически ни одна страна не является там полностью суверенной она так или иначе должна следовать определенным правилам принятым различными всемирными организациями рекомендациям и так далее мы живем это мировом сообществе которое диктует определенные условия мы знаем такие организации как вот если говорить про пандемию там всемирная организация здравоохранения есть международный валютный фонд если говорите об экономике есть всемирная торговая организация там да их еще там ряд различных они диктуют миру как жить это инструмент управление миром в руках глобалист глобалисты это сейчас не подумал что я там какой-то конспирологии говорю или про мировое правительство как раз точки зрения теории власти его там практически существовать не может или только на короткий период это люди как это одна из сильнейших в мире группиров которые так или иначе контролируют мир это люди которым принадлежит фрс сша который печатает доллар это люди которые сорок четвертом году создали бреттон-вудскую модель появился нефти доллар это люди которые контролируют wall street то есть это глобальные мировые финансовые спекулянты которые контролируют всю финансовую систему и те кто ее создали вот в том виде в котором мы ее видим откуда ты получил эту информацию эта информация она находится в открытых источниках это есть много статей на этот счет множество экспертов можете почитать вот мне нравится там михаил хазин у него очень много по этому поводу андрей школьников михаил делягин андрей девятов там ну их множество 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 кто об этом говорит и самое главное они себя сами не скрывают откройте журнал за экономист который выходит там на каждой обложке всегда указано что будет дальше его еще называют планировщиком ну так полушутку и вот эта вот история с пандемии является одним из инструментов изменения мира каждый год собирается даусский форум в этом году он будет формате онлайн про это вот и открыто везде написано можете почитать его президент последние 20 лет является клаус шваб который открыто говорит о том что пандемия дает нам шанс изменить мир он об этом так восторженно говорит мы придем к следующим вещам ну наверное можно забыть о каких там таких человеческих теплых близких отношений которые были раньше нас будут всячески разобщать нас перевозят на дистанционку всеобщую цифровизацию абсолютный контроль разобщать посредством дистанцион посредством дистанционки до чем меньше люди собираются тем меньше они обмениваются мыслями своей энергетикой тем лучше разделяя и властвует известный принцип то есть нас загоняют в цифровой такой вот ну концлагерь если хотите да многие вещи из того что мы сейчас видим qr-коды в москве система распознавания лиц маски и прочего еще год над подумать об этом не могли пропуск чтобы из дома выйти это как раз инструмент контроля под эту же сурдинку произойдет глобальный мировой передел собственности потому что изменится валютная система сейчас активно заговорили цифровой рубль цифровые валюты перевод то есть мир скорее всего если хотите как мой прогноз можете распадется на несколько валютных зон доллар перестанет быть глобальной мировой валютой мы получим несколько зон так они там будут взаимодействовать вопрос там 2 дистанционное образование дешевое доступное для всех обычные школы с нормальными учителями с нормальными занятиями останутся доступны только детям элиты чтобы они могли нами управлять само дистанционное образование несет в себе полная потеря системы знаний как таковой конечно дети которые учатся не умеют сосредоточиться не могут потому что они постоянно отвлекаются невозможно проконтролировать как они это делают как они учатся а самое главное не разучиться писать мелкая моторика который когда в школе нас учат писать мы идем она способствует дальнейшему развитию мозга или становится недоразвитыми то есть это все направлено на то чтобы свести систему образования к минимуму и люди потеряли возможность аналитического мышления понимать что происходит точно также переведение всех носителей информации в электронный вид мы все читали 451 фаренгейту приведет к тому что правды о том что было раньше и какая была что было в истории мы уже не узнаем что этот носитель можно изменять сколько угодно раз при необходимости зависимости от конъюнктуры также мы видим что например в западном мире активно появляются такие вещи как блм антифа и так далее жал такое можешь поподробнее рассказать для людей которые не в курсе которые у нас сейчас ну появляются такие общественные движения течение ну блм black lives matter это то что в сша сейчас но это опять же инструмент для участия выборных ну для предвыборной компании в сша там байдена эти байден является его даже назови называют коллективный байдена представителем как раз глобалистов и тех кто вот этот мир вот который сейчас рисую они нас туда ведут трамп является там представителем другой группировки поэтому такая ожесточенная борьба поэтому весь мир увидел как в первой демократии на самом деле происходит выборы и вот сегодня у нас 31 декабря я думаю что все далеко не кончено и вообще совершенно не факт что байден будет президентом но это моим почему что-то может произойти не так да там все не так то есть выборы сфальсифицированы полностью и я думаю что где-то в районе 6 января когда ну по нашему тоже 7 будет в конгрессе все и должно будет утверждаться ничего не получится я верю в то что трамп останется президентом еще на 4 года и вот эта вся огромная ложь которая сопутствовала этим выбором она будет вскрыта американское общество уже переживает и дальше выпирать глобальный шок от того что происходит потому что они действительно верили что у них лучшая в мире демократия лучшая система и на их глазах это все разрушается и оказывается что все совершенно не так и для рядового американца действительно шок потому что ломается их картина мира поэтому мы стоим вообще глобально пороге больших перемен больших изменений и хотелось бы конечно чтобы я против глобалистов против вот того что они нам готовят можно почитать выступление клаус шваба там все очень четко прописано прям вот по нотам как все будет я бы не хотел я все-таки традиционалист консерватор я за традиционные темы ценности за семью за религию за нормальное хорошее образование за теплые отношения между людьми за реальные встречи ну в общем то я бы хотел чтобы мир так и развивался может быть это немножко конечно я уже ну не то чтобы устарел но хочу того чего невозможно ну по максимуму сохранить итак друзья конкурс в котором мы разыграем крутой powerbank антидилер условия конкурса нам сейчас расскажет илья на кстати powerbank действительно крутой он светится вот так вот это очень важно это дает принципиально важно сейчас идет такая дискуссия что политики там должны быть профессиональными допустим что бизнесменам там в общественной деятельности в политическое не место может быть спортсменам и певцам там ким просто медийным личностям как вы считаете выскажите пожалуйста свое мнение какого человека в политике вы видите кто по вашему мнению будет наиболее эффективным и лучше комментарий мы выберем совместно и наградим собственно данным пауэрбэнком все ли я спасибо тебе большое спасибо интервью